Начинается программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает юрист Ян Чеботарёв. Добрый день, Ян Евгеньевич. Добрый день. Я не знаю, закончится ли когда-нибудь по мусору, потому что мы каждый день о ней говорим. И каждый день какие-то новости. Это вечная проблема. Вот, например, например, 14-го числа вышли новости о том, что аэроклуб ДОСАВ отказался от борьбы против полигона в Осенцах. Мы напоминаем, что ДОСАВ утверждал, что полигон находится ближе, чем 15 километров, положенная зона от такого объекта, как аэродром, где взлетают самолеты. И, собственно говоря, благодаря этому сопротивлению ДОСАВа Осенцы не открывали и переносился срок открытия полигона. И ДОСАВ подал ходатайство об отказе требований им на запрет эксплуатации полигона в Осенцах. И вчера должно было состояться заседание судебное в арпетражном суде, где вроде ДОСАВ должен был сказать, да, мы подтверждаем, все нормально, окей, и Осенцы работают, как работают. Но вчера ДОСАВ отозвал вот это ходатайство, и суд перенесли на 18 февраля, и непонятно, что будет. Между тем полигон в Осенцах функционирует с 1 января. Что происходит вообще, Ян Евгеньевич, и каковы последствия таких действий ДОСАВа? Идет судебное разбирательство в суде апелляционной инстанции. Решение суда первой инстанции Кировского арбитражного суда в законную силу пока не вступило. Как минимум до этапа рассмотрения апелляционных жалоб, коих 4 штуки. Насколько я знаю, это решение обжалуют одновременно и эксплуатанты самого полигона, и администрации Слободского района, и администрации города Кирова, и правительства Кировской области. Я полагаю, что на судебном заседании, которое состоится 18 февраля, возможно, уже будет принято судебное постановление, которым либо решение арбитража первой инстанции будет отменено, либо оставлено без изменения. Позиция ДОСАВ, ну, мне непонятно, я в ДОСАВ не работаю. Я ознакомился с самим решением суда первой инстанции, честно скажу, оно мне представляется весьма странным. Начиная с того, что действительно все ответчики администрации города и правительства Кировской области эксплуатанты указывали на весьма существенные, на мой взгляд, процессуальные нарушения, связанные с истечением сроков на оспаривание разрешения на строительство, которое было выдано. Честно скажу, мне не вполне понятна позиция суда, который посчитал, что одного лишь знания того, что в Осенцах будет выстроен полигон, недостаточно для того, чтобы сказать, что ранний ДОСАВ имел возможность оспаривать выданное разрешение. Значит, точно так же мне не вполне понятно обоснование решения суда в части ссылок на нормы специального законодательства, регулирующего правила эксплуатации воздушного пространства, который говорит о том, что в радиусе 15 метров от контрольной точки любого аэропорта невозможно строительство различного рода объектов, которые могут привлекать пернатых, которые, в свою очередь, запросто могут помешать взлету либо посадке воздушных судов. Здесь суд посчитал, что заключения специалистов Вятской государственной сельхозяйственной академии недостаточно. В этой части, на мой взгляд, это обоснованное было решение, весьма половинчатое было заключение. Но, тем не менее, исцом-то ведь выступал ДОСАВ. Именно он должен был доказать, что размещение данного полигона не просто может повлечь неблагоприятные какие-то последствия, а повлечет, что подобного рода полигон неминуемо привлечет пернатых, которые будут мешать осуществлять полеты воздушных судов. Самого по себе предположения, на мой взгляд, недостаточно абсолютно. Суд не может руководствоваться и не должен руководствоваться исключительно предположениями. И здесь, естественно, как активная сторона процесса, должен был доказывать данные обстоятельства. Здесь не правительство должно было защищаться, доказывая, что вот, посмотрите, вот заключение Сельхозакадемии. Эксплуатация данного полигона при соблюдении всех правил эксплуатации, при установке специального оборудования по отпугиванию этих птичек никоим образом не повлечет никаких опасных последствий для полетов. А именно истец должен был это доказать. Ну, поэтому я, честно говоря, оцениваю изломостойкость этого решения как крайне невысокую. Что-то мне подсказывает, что либо в суде апелляционной инстанции уважаемый суд будет ставить подобного рода вопросы перед эстцом, ДСАФом, либо в более высоких инстанциях, в касации, например, эти вопросы все равно неименуемо встанут. Может быть, именно с подобного рода риском и связано изменение непреклонной позиции ДСАФ, которая ранее высказывалась и в настоящий момент претерпевает соответственные изменения. Что касается полигона в Осенцах, который, несмотря на претензии ДСАФ, запущен и функционирует с 1 января, это незаконная сейчас эксплуатация? Почему законная? Решение суда не вступило в законную силу. Строительство полигона осуществлялось на основании полного комплекта разрешительной документации. Если все-таки по результатам рассмотрения апелляционных жалоб ответчиков решение останется без изменений, вот тогда с этого момента эксплуатация полигона будет поставлена под сомнение. В настоящий момент как такового решения пока еще нет, оно не вступило в законную силу, повторюсь. Если решение будет принято в пользу полигона, и его эксплуатация будет разрешена, ну, в смысле, она сейчас разрешена, да, но отвержены будут претензии до САФа, то все-таки аэродрому, на ваш взгляд, что нужно делать? Ведь мне, как обывателю, кажется, что действительно птицы могут летать, и они могут попадать в пропеллеры-двигатели самолетов, и это может быть опасно для эксплуатации этих самолетов и прыжков с парашютов, которые осуществляются очень активно в летнее время. Этот аэродром закроется, полеты прекратятся, опасность останется? Ну, на самом деле, я не думаю, что все так печально. Просто напомню, Света, вам и нашим слушателям, что от старого полигона в Костино до аэропорта Победилово точно так же менее 15 километров, причем, заявляю это официально, хотя бы потому, что я живу по старомосковскому тракту, регулярно, ежедневно проезжаю и полигон в Костино, и совершенно прекрасно знаю, как и каким образом проехать до аэропорта Победилово. Там тоже нет 15 метров до контрольной точки. Подобного рода проблема обеспечения безопасности полетов маломерных воздушных судов, обычных судов гражданской авиации решается достаточно просто путем установки специального оборудования, которое просто отпугивает этих птиц. Причем такое оборудование ставится во всех аэропортах приличного уровня по умолчанию, во всем мире причем. Поэтому я полагаю о том, что даже если что-то произойдет невероятное, и все-таки это решение вступит в законную силу, мне представляется, что в результате просто доработки проектной документации того полигона в Осенцах, который администрация планировала и планирует эксплуатировать, этот проект будет доработан с учетом требований федерального законодательства в части, например, мер по защите данного аэродрома от пернатых с тем, чтобы подобного рода ЧП не происходило. На мой взгляд, он все равно там будет. Ну, сам аэродром такое ощущение, что деградирует, потому что вот мы видим, что директор его ушел в отставку, заявив, что он под давлением, собственно говоря, уходит и не хочет принимать решение о согласии на открытие полигона в Осенцах. А это такой лакомый кусочек земли, вот этот самый аэродром, что возникает у очень многих наших слушателей, которые обсуждают это в интернете, ощущение, что идет с другой стороны давление на ТОСА с той точки зрения, чтобы отжать, попросту говоря, эту территорию. Ну, не думаю, честно говоря, что отставка руководителя ДСАФа связана вот с подобным вроде административным каким-то воздействием на него. На самом деле ДСАФ изначально планировалась как некоммерческая организация. Любой аэропорт – это планово-убыточное предприятие, тем более, простите, у нас в Российской Федерации считанные аэропорты являются прибыльными. У нас победил его в убытках, куда уж тут, собственно говоря, порошено авиация. Сама по себе штука нисколько не дешевая. Поэтому я полагаю, что здесь, скорее всего, проблемы ДСАФовского аэродрома имеют место быть. Я не знаю, будут ли они решены никоим образом. И какова судьба данного спортивного сооружения, мне тоже непонятно. Но говорить о том, что кто-то планирует специально отжать землю, специально ввести данные предприятия, привести его к ликвидации, я бы не рискнул, такой информации у меня нет. Тем более, что, судя по публичной кадастровой карте, земельный участок, на котором расположен аэропорт в Порошино, не предназначен для использования в целях жилищного строительства. И просто так, даже приобретя какое-то право на этот земельный участок, начинать его застройку жилыми домами, например, или коттеджами, будет просто невозможно. Ну, если, конечно, повторится история Парк Победы номер два, ну, на это есть правоохранители. Прерваемся на полминуты. Напоминает и особое мнение Яны Чеботарева, юриста. Эта программа «Особое мнение». У микрофона сегодня работает Светлана Занько. Своё особое мнение высказывает юрист Ян Чеботарёв. Ну, в течение последних двух, даже трёх лет люди, которые живут в непосредственной близости от полигона в Осенцах, постоянно жаловались на то, что свалку – полигон. Полигон построили в непосредственной близи от их домов, что это очень неприятно, что там будет свалка, как люди говорят. И я пока вот не вижу, кстати говоря, обсуждения были очень активные и в правительстве, и в ОЗС, и в общественной палате. И говорили о том, что нужны какие-то преференции местным жителям. Я не вижу, что в эту сторону хоть как-то что-то сдвинулось, и люди что-то получили в качестве компенсации, например. Можно, наверное, утверждать с уверенностью, что размещение подобного рода спорного объекта вблизи жилой застройки, ну, наверное, негативным образом сказывается на, ну, как минимум, рыночной стоимости этих объектов. Я, наверное, сам был бы не особо рад, если вблизи моего дома, пусть даже с учетом санитарно-защитных зон, с учетом требований экологического законодательства, расположился бы полигон твердых бытовых отходов. Проблема в том, что мы здесь с вами ничего сделать не сможем. У нас действующее законодательство, не субъекта федерации, а федеральное, допускает и предусматривает, и более того, обязывает местные власти решать подобного рода вопросы, размещать подобного рода свалки, изыскивать соответствующие площадки. Единственное условие, которое здесь есть, это нарушение не должно быть с точки зрения экологии. Насколько я понимаю, из этого же решения арбитражного суда соответствующая экологическая экспертиза была проведена. И жизни и здоровью граждан ничего не угрожает, поэтому с этой точки зрения свалка абсолютно легальна. И просто сказать не хочу, ну не получится ни у бедных жителей деревни, ни у нас с вами, да и ни у кого вообще. Мы все в одинаковой ситуации и в одинаковом положении. Продолжаем про мусор. Снова обращаемся к интернету, но надо сказать, что не только в интернете. И в различных СМИ различные эксперты говорят о том, что если не платить по платежкам за вывоз твердых коммунальных отходов, которые вот сейчас поступят наши почтовые ящики, то договор оферты, о котором говорят нам представители того же Куприта или администрации, не будет считаться заключенным и требование у государства к человеку не может возникнуть. Так что, пишут они, не платите и сравнивают мусорную реформу с историей с капремонтом, которую все называют тоже большой аферой. Что вы на это скажете, как юрист? Ну, я скажу о том, что на мой взгляд, я уже сказал, писал, еще раз повторюсь. На мой взгляд, платить придется. Платить придется. Я готов согласиться, что подобного рода реформа выглядит местами очень странно. Действительно, есть некоторые противоречия с нормами Гражданского кодекса. Но, тем не менее, вот подобного рода действия со стороны правительства и Российской Федерации, и администрации президента, и самого Владимира Владимировича, и местных властей, они основаны на законе. У нас, простите, такие законы, которые приняли наши с вами народные избранники. У нас в Жилищный кодекс 2017 года включена специальная норма, которая обязывает любого собственника заключать договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональными операторами. У нас есть отдельное постановление правительства номер 354 о правилах оказания коммунальных услуг, где с, дай бог памяти, 2017 года введена отдельная статья, даже не одна, а целый раздел 15.1, который регламентирует правила оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов. Даже если не платить, договор будет считаться заключенным все равно, просто в силу того, что гражданин является жильцом, либо собственником какого-то объекта недвижимости. Не платите, попробуйте. Кто хочет поупражняться в битве с Российской Федерацией в лице судей, приставов, прокуроров, администрации всех мастей и прочих вещей, ну, добро пожаловать, но я лично Дон Кихотства не уважаю, с ветряными мельницами предпочитаю не воевать. Если есть закон, как бы мы ни были с ним не согласны, нам нужно его исполнять. В противном случае наше общество, простите, просто распадется и превратится в назлобленное стадо. Да. Еще один вопрос по мусору. Я его, собственно, сконструировала, исходя из того, что читала в вашем Фейсбуке. Вы пишете, что, говоря про мусор, особенно порадовал пункт 148, который говорит о том, что при отсутствии постоянного и временного проживания в жилом помещении граждан, объем коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения. То есть человек, делаю я вывод, который езжает на дачу, на вахту, в путешествия, мусор не производит, должен все равно платить? Давайте вот этот интересный момент, давайте его затронем, разъясним. Просто нам очень много звонит, знаете, кто? Звонят садоводы. Они говорят, я полгода живу в городе, а полгода живу на даче. И на даче в дачных поселках мы тоже платим за мусор? Да, да. Значит, смотрите, у нас указанным постановлением 354-м предусмотрено и жилищным кодексом, и прочим, что любой собственник обязан заключать договоры на вывоз твердых бытовых отходов. Если в каком-то объекте недвижимости гражданин постоянно не проживает, например, садовый, дачный участок и прочее, в соответствии с 354-м постановлением, он может, но что он может? Он может не не платить, он может просить перерасчет. То есть он, например, в январе заплатит за вывоз твердых бытовых отходов из этого дачного домика. Понятно, что он ничего там вывозить не будет, потому что он там не живет и не пользуется. После этого необходимо будет запастись документами, подтверждающими, что он не использовал данный объект недвижимости в данный период времени. Например, какими? Ну, например, справка из ЖКО, что он проживает постоянно прописан в городе Кирове по такому-то адресу. У нас редко кто имеет прописку в садовых домиках. Есть случаи, но очень редко. Например, справка из места работы, что в такой-то период времени он работал на предприятии, расположенном в городе Кирове. И обращаться с соответствующим заявлением в Куприд, который является у нас с региональным оператором, с просьбой о проведении перерасчета. И в следующей платежке Куприд должен будет эти документы рассмотреть и учесть, уменьшив суммы, начисленные за. Насколько я понимаю, наши законодатели, наше правительство Российской Федерации резонно посчитало, что далеко не все граждане Российской Федерации, имеющие право на подобного рода вычеты, воспользуются своим правом. Кто-то просто решит, что потраченное время и силы на написание подобного рода заявлений, на телефонные звонки, на какие-то процедурные моменты просто не стоят тех относительно небольших денег, которые будут взиматься за подобного рода услугу. На мой взгляд, правильнее для понимания граждан было бы называть подобного рода деньги, которые мы будем платить, не платой за коммунальную услугу, а каким-нибудь экологическим сбором, чтобы люди понимали, что они платят не за реальную услугу, которую им оказали, а за возможность получения такой услуги. За то, что в этом садоводческом обществе этот же Куприд установит, оборудует контейнерную площадку, поставит контейнер, а что туда будет раз в неделю, например, или раз в две недели, не знаю уж я, курсировать мусоровоз, который, может быть, даже воздух будет возить, если никто там этот мусор не генерирует и не производит, но такая возможность гражданам будет предоставлена. И это стоит денег точно так же. Но вот все-таки, исходя из вот таких примеров, нелогично ли было установить все-таки плату с человека? Потому что вот условно говорят, мои родители, они живут полгода в городе, а полгода они живут в деревне. И вот как они, вот я даже не представляю себе, как они могут предоставить в Куприд или в управляющую компанию в городе документ, что они полгода в этой квартире не проживали? Ну, могут, причем приведены отдельные примеры, образцы в интернете есть, в консультанте плюс это есть. Если человек куда-то уезжает, он представляет документы, что он не проживал или уезжал куда-то. Если он не пользуется дачным участком, если речь идет про него, он точно так же документарно может это доказать, начиная от объяснений соседей, кончая справками с места работы, платежками. Ну, грубо говоря, вот смотрите, вот у меня в собственности есть в черте города два домика. В одном я живу, в другой я приобретал в свое время просто для земельного участка. Вы будете платить по площади? Я буду платить по площади. Ну, либо по площади, либо по числу прописанных лиц. Платежку пока не получал. Вы будете по площади? Хорошо. Я знаю, где вы будете. Да, хорошо. Значит, в любом случае. Значит, я буду пытаться доказывать, что я пользуюсь только одним домом тем, что у меня по второму дому нулевые счета за электрическую энергию. Я там не живу, я там не пользуюсь, ничего. А у нас сборы за этот же мусор будут идти по этим же квитанциям через энергосбыт. Вместе с квитанциями за электричество будет отдельная строчка и за мусор, за вывозку. Заявление куда вы несете вместе? В Куприд. В Куприд. В Куприд. Не в управляющую компанию. Нет. Конкретно в Куприд. К региональному оператору. Заявление, что вы не проживали и приложить... К региональному оператору заявление. Такое-то, такое-то. Являюсь собственником такого-то объекта недвижимости, кадастровый номер. Вот, пожалуйста, копию свидетельства. С такого-то момента, по такой-то момент не проживаю. Что подтверждается тем-то, тем-то. Вот, пожалуйста, нулевые платежки за электрическую энергию. Вот справка с постоянного места жительства, что я проживаю там-то, там-то. Ну, этого будет достаточно. Я думаю, что Куприд рассмотрит данные документы и доказать во всяком случае, что невозможно генерировать мусор в двух объектах недвижимости, а у кого-то, кому повезло, в трех, в четырех, в десяти, ну, будет возможно. Тем более, что это же постановление правительства предусматривает право регионального оператора на отдельные проверочные мероприятия. Многие говорили о том, что вот как будут бороться коммунальщики с теми лицами, которые проживают без прописки, например, они имеют право инспекционных выездов и составления соответствующих актов инспекции. То есть они могут приезжать по определенному адресу, где платежи, например, не осуществляются, и проверять, действительно ли там никто не проживает, либо там живут, простите, просто нелегалы без соответствующих записей в регистрационных документах. И, соответственно, начислять они будут, если установят, что кто-то там живет без регистрации, этим гражданам все равно. То есть избежать оплаты мусора практически невозможно. Можно пользоваться теми льготами, теми, даже не лазейками, теми правами, которые предусмотрены постановлением правительства. Плюс отдельно обращу внимание на что. Вот 354-е постановление говорит о том, что в компетенции местных властей, субъекта федерации, находится решение вопроса о выборе способа исчисления платы за вывоз твердых бытовых отходов. Либо с головы, с прописанного человека проживающего, либо с квадратного метра. Опять же, преодолеть подобного рода решения правительства, субъекта федерации, муниципальных властей, безусловно, возможно. Для этого необходимо, чтобы наши народные избранники, депутаты, либо законодательное собрание Кировской области, либо Кировской городской думы инициировали рассмотрение соответствующего вопроса. Другой процедуры, другого механизма в нормальной демократической стране просто не существует. Даже если мы все выйдем на какой-то глобальный митинг, в любом разе это будет абсолютно сотрясание воздуха. Легально можно решать этот вопрос только с помощью депутатов. Ян Чеботарев, это его особое мнение. Вы слушаете, мы прервемся на полторы минуты и продолжим наше особое мнение с вопросом по делу о чадящих пазиках. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. «Особое мнение» сегодня высказывает Ян Евгеньевич. Как вы говорите? Раз, два, три? Раз, два, три? Да, да, да. Ян Евгеньевич Чеботарев, юрист. Мы обещали поговорить про чадящие пазики. Почему об этом все-таки важно проговаривать? 10 января состоялось очередное заседание. Там допрашивали Дениса Черникова, который четверо свидетелей называет фактическим владельцем компании выигрыши контракта на поставку топлива. Они там друг на друга сваливают ответственность. Говорят, что человек, который Вадим Нелюбов, третий подсудимый в деле, который объявлен сейчас в розыск, это был тот самый человек, который сбудоражил всю эту тему, организовал вот эту вот группу, которая поставляла топливо и заявлял, что все у него схвачено в администрации. Назвали даже имя депутата городской думы, Сергей Медовиков его зовут, который помогать будет с этими контрактами. Но вот человека в администрации, что там схвачено, никто не назвал. Но это прозвучало. Людей интересуют два вопроса, и меня тоже в частности. Но первое, почему до сих пор не привлечены никто из чиновников администрации по этому делу? И второй, почему до сих пор чадящие пазики ездят по нашему городу? А вот это вот второй вопрос, на мой взгляд, является самым важным. Почему не привлечен никто из чиновников? Ну, ответить очень легко. Соответственно, следствие посчитало, что никаких признаков состава какого-либо преступления, правонарушений в действиях сотрудников администрации просто нет. Ну, посчитало, посчитало обратные, пока никто не доказал. И, честно говоря, вот те материалы, которые выкладываются в средства массовой информации, обратного это не доказывают и не утверждают. Да, предполагается, что какая-то группа лиц пыталась заработать денежку таким образом, что поставляла не вполне качественное топливо в муниципальное предприятие, в акционерное общество, а в автотранспортное предприятие. Суд разберется. Просто в данном случае не вижу даже возможности где-то ушмотреть какую-то нелегальщину в действиях сотрудников администрации. Это же не госконтракт. Это самостоятельное предприятие, отдельный хозяйствующий субъект. Подождем приговора. А что касается чадящих пазиков, вот это вопрос. Вот это вопрос. Вы их видите на улице? Регулярно. Ну, может быть, вырабатываются остатки топлива в баках. Я не знаю, к стыду своему, какой объем бака у пазика. Может быть, он просто очень большой. Еще не все топливо выгорело. Шучу. Не знаю. Не знаю. Может быть, проблема какая-то и не в топливе с подобного рода чадом. Как автомобилист могу предположить о том, что двигатели достаточно сильно изношены. Об этом говорят и водители автобусов. Потребляют масло. Масло горит. В результате образуется вот подобного рода чад и угар. От топлива это не зависит. Может быть, порча двигателей произошла как раз из-за того, что какое-то время они работали на не вполне качественном топливе. А может быть, и нет. Без эксперта не скажешь. Но это вопрос задуматься для автотранспортного предприятия. Насколько я знаю, обсуждался вопрос о приобретении новых автобусов для пополнения парка. Ну, результат мне пока неизвестен. Надеюсь, как горожанин, что все-таки этот контракт состоится. Как раз горожане и граждане, они когда рассматривают и следят за такими делами, как парк Победы или чадящие пазики, они требуют наказания не конкретных людей, которые были там и исполнителями, например, подписывали документы, а они требуют ответа от высокопоставленных чиновников, которые руководят городом и допускают подобные моменты. Это справедливое требование. Требование справедливое. Но можно ли прийти к такому наказанию? И что, на ваш взгляд, по-человечески, может быть, не как юрист, но по-человечески должно происходить? По-человечески я бы объяснял. Можем ли раскаянием ожидать? Раскаяния в чем? Если, ну, простите, я еще раз все-таки, я и человек, и юрист в том числе, я не люблю обвинять кого-то огульно. Есть отдельное предприятие, на балансе которого есть и были автобусы, которые заправлялись некачественным топливом. Какое отношение к этому факту имеет администрация? Никакое. Пазики старые, изношенные, они чадят. Я, как горожанин, вижу, что ведутся какие-то работы, связанные с обновлением парка. Я не знаю, насколько администрация города свободна в распоряжении финансами, и есть ли средства для того, чтобы мгновенно, сиюминутно обновить весь парк автобусов, купить совершенно новые, абсолютно новые, не чадящие электромобили, суперэкологичные и прочее. Ну, полагаю, что это просто фантастика, что это нереально и невозможно. Поэтому либо нам придется мириться с тем, что чадящие пазики будут постепенно заменяться с тем, чтобы все-таки наши бабушки, дедушки имели возможность перемещаться по городу, пусть и не в самых комфортных условиях, и не на самых безопасных экологических чистых транспортных средствах. Либо просто город встанет. Переходим к приставам. В вашем фейсбуке развивается увлекательная история о людях и приставах. Вот сюжет такой, я должна его изложить нашим слушателям. Не все следят за вами в фейсбуке, а следовало бы, приглашаю всех к этому. Есть должники, люди, должники, у которых приставы могут списывать деньги со счетов по долгам, согласно решению судов. Правильно? Ну, как правило, для того, чтобы приставы начали свои действия, требуется решение суда, либо иной документ, имеющий силу исполнительного листа. А есть полные тезки этих людей, вы их называете двойники в своем фейсбуке, которые страдают, потому что в итоге с их счетов списываются деньги по чужим долгам. Так вот, вы 11 января в своем посте написали, вот интересно, если позвонить приставу тому, кто по 4 тысячи у человека по ошибке списал, а там есть и другие суммы, 70 вы называете, и предложить ему просто вернуть деньги из своего кармана, он согласится? Попробую предложить полное прощение и отсутствие жалоб. Интересно, согласятся ли? А после этого вы уже пишете пост, где говорите, что приставы, надо их похвалить, они прислушались, они что-то как-то стали что-то там делать и работать. Я могу пояснить сразу. Значит, смотрите, Вообще, что это за ситуация по списыванию долгов? Сейчас. На самом деле, ситуация подобного рода встречалась и встречается, я думаю, какое-то время будет еще встречаться, причем неоднократно. Вот лично у меня в практике все это началось где-то с прошлого, наверное, года, либо даже с позапрошлого, когда с карточки кировчанина списали не 4, не 70, а 500 с лишним тысяч рублей. И нам пришлось долго судиться, и эти деньги в результате мы все-таки получили из бюджета Российской Федерации. Да, что уж там, собственно говоря, как это дальше развивалось, кто понес наказание, мне неизвестно. Мы защищали исключительно имущественные интересы человека. В настоящий момент ко мне обратились два гражданина. Один даже успел подать исковое заявление в, дай бог памяти, Октябрьский суд города Кирова, которые заявили, что они, не будучи должниками, пострадали от неправомерных действий приставов, с их счетов списали денежные средства в изрядных суммах. После того, как данная информация была предана одногласности, я общался с сотрудниками Управления Федеральной службы судебных приставов, причем, честно скажу, не ожидал подобного рода звонка. Они вам позвонили? Мне позвонили, да. Нашли каким-то образом, молодцы. И как раз сказали о том, что они активно решают ту проблему, которая возникает очень часто. Действительно, в настоящий момент в исполнительных документах не содержатся всех достаточных признаков, позволяющих однозначно идентифицировать человека. Если, например, должником является индивидуальный предприниматель, там указывается ИНН, который уникален. Если должником является просто гражданин, там очень часто указывается фамилия, имя, отчество и адрес. И все. Всякое бывает в ручном режиме, но тем не менее с подобной родой ситуацией приставы пытаются справиться. Что касается в данном случае вот этих двух граждан. Сейчас идет ведомственная проверка, причем та информация, которую доносят до меня сотрудники службы судебных приставов, сводится к тому, что они все-таки полагают, что здесь граждане немножко лукавят. Отчасти я в одном случае, в одном случае даже, наверное, готов буду с приставами согласиться. Во втором случае правда будет известно в четверг, когда один из граждан пострадавших, как заявляет он от неправомерной действий службы, идет на личный прием со всеми документами своими, знакомится с исполнительным производством и разбираться все-таки, он или не он является должником. Бывает в жизни всякое, может быть, человек просто не уследил и где-то пропустил какой-то судебный процесс, но это будет более-менее известно. Во всяком случае, честно скажу, что мне очень понравилось общение с службой. Если бы все приставы были настолько открыты, а мне все-таки звонил не рядовой пристав, а сотрудник из руководства Управления Федеральной Он отреагировал на ваши публикации в Фейсбуке и Репортере? Ну, я полагаю, что да. Я полагаю, что да, причем большей частью, не буду хвастаться, скорее всего, они все-таки читают не Фейсбук, а официальную прессу, то есть Репортер, Ньюслер. Тем не менее, тем не менее, те сведения, которые мне сообщили и те действия, которые приставы предпринимают, ну, позволяют надеяться, что проблема с вот этими двойниками, задвоениями, ошибками она постепенно-постепенно сойдет на нет. Неужели в наш цифровой век так трудно идентифицировать человека? Стоп. У нас есть федеральный закон об исполнительном производстве, где говорится, какие конкретно сведения должны содержаться в любом исполнительном документе. Если в отношении, например, индивидуальных предпринимателей, с которых что-то взыскивается, обязательно указывается уникальный идентификационный номер налогоплательщика, то в отношении граждан таких сведений не содержатся. Нам необходимо в том числе и работать с нормативной базой. Не надо огульно обвинять всех государственных служащих. Они зачастую бывают просто заложниками ситуации. Если в результате вот той проверки, которая будет проведена и результаты, которые будут мне известны, либо я сам увижу о том, что граждане, которые обратились ко мне, ввели меня в заблуждение, я сам лично первый принесу службе судебных приставов свои извинения. Давайте уж тоже, собственно говоря, не будем здесь из любого государственного чиновника какого-то демона выставлять и представлять его именно таким. Но, тем не менее, сама по себе проблема никуда не делась. Служба достаточно активно развивается, это можно только приветствовать, но недостатки и недочеты безусловно есть. В данном случае, в данном случае подождем, посмотрим, кто прав, кто виноват. Но мы это опубличим. Результаты этой истории мы обязательно опубличим. Спасибо. Яна Чебутарев, юрист, был сегодня в программе «Особое мнение». У микрофона работала Светлана Занько. Всем хорошего дня.